Добрый день, уважаемые коллеги. Вибрационная болезнь в длительное время входит в число наиболее распространенных профессиональных заболеваний в Российской Федерации Республики. Вибрационная болезнь в длительное время входит в число наиболее распространенных профессиональных заболеваний в Республике. Вибрационная болезнь в длительное время входит в число наиболее распространенных профессиональных заболеваний в Российской Федерации Республики. С направлением на медико-социальную экспертизу и величиной степени утраты профессиональной трудоспособности, которая определяется на МСЭ. Выявлена статистически значимая зависимость величины степени утраты профессиональной трудоспособности от продолжительности болезни до момента установления связи заболевания с профессией проведения экспертизы трудоспособности. И уменьшение длительности болезни до первичного обследования в Центре профпатологии на один год приводит к снижению степени утраты профессиональной трудоспособности почти на 5%. Как известно, в 2010 году был очередной пересмотр перечня профессиональных заболеваний МОД. Патология, вызванная воздействием вибрации физических факторов. Может также и полиневритический синдром развиваться при воздействии пониженной температуры. На практике встречается чаще, когда комплекс вредных факторов. Если мы возьмем горнодобывающие отрасли, при работе в подземных условиях есть и воздействие локальной вибрации, физических перегрузок и пониженной температуры. Поэтому может регистрироваться полиневропатия от комплекса вредных факторов. И мышечно-скелетные нарушения, которые как раз возникают от работы с физическими перегрузками чаще всего. Ну и соответственно, исходя из перечня профессиональных заболеваний МОД, каждая страна, правительство или ведомство утверждают свой список или перечень профессиональных заболеваний. На сегодняшний день в российском перечне профессиональных заболеваний, который утвержден приказом Минздравсоцразвития номер 417-Н в 2012 году, как раз и фигурируют эти клинические синдромы. Полиневритический синдром на верхних и нижних конечностях, патология отдельных нервных стволов, компрессионной мононевропатии от физических функциональных перегрузок. И также патология на шейном и пояснично-крестцовом уровне. Мы регистрируем радикулопатию. В этих случаях компрессионные синдромы. Целью работы является изучение особенностей профессиональных заболеваний периферической нервной системы, профессионального генеза, для обоснования критериев диагностики начальных проявлений и дифференциальной диагностики с другой патологией, с соответствующим клиническим синдромом и непрофессиональной теологией. Для этого проводится клиника функционального обследования пациента с полиневритическим синдромом, с радикулопатией профессионального генеза, с использованием разработанных учетных карт по профессиональным полиневропатии и радикулопатии. В ходе работы были проанализированы также результаты электронермиографии этих пациентов, проведенной на аппарате НИХОНКОДЕН. Распространенность профессиональных заболеваний периферической нервной системы показана на данном слайде по профессиям. Наиболее часто эти заболевания выявляются у работников авиационной, сельскохозяйственной, горнодобывающей, отраслей машиностроения, болеют горно-рабочие, доярки, телятницы, то есть животноводы. В строительной профессии также распространена данная патология рабочих машиностроительных предприятий, в частности в нашей республике это авиастроение, распространенные предприятия. Кроме того, у нас есть КАМАЗ, где тоже есть такие работы, есть судостроительный завод в городе Зеленодольск, где обязательно есть такие работы, потому что соединение всех деталей и узлов, как морских, так и речных судов и летательных аппаратов, обязательно предполагает использование пневмоинструментов, а значит есть воздействие локальной вибрации и физических перегрузок. Работы в сельском хозяйстве это трактористы, где контакт с общей вибрацией выше предельно допустимых значений. Профессиональные группы показаны также на этом слайде. Структура профессиональных заболеваний периферической нервной системы по Республике Татарстан на сегодняшний день выглядит следующим образом. В последние два года у нас практически одинаковое количество выявлялось полиневропатии и радикулопатии поясничного уровня, и 9% в структуре составляют туннельные синдромы на верхних конечностях. Если говорить о структуре профессиональных заболеваний от функциональных перегрузок, сопровождающихся утратой трудоспособности, то есть направлением на медико-социальную экспертизу, то здесь представлены вот такие нозологические формы. Это полиневропатия верхних конечностей, это радикулопатия, это миофасциальные синдромы, поражение плеча от физических функциональных перегрузок, реже встречаются профессиональные артрозы на верхних конечностях. Как правило, это все регистрируется. Профессиональные патологии периферической нервной системы, опорно-двигательной системы регистрируются, как правило, у высокостажированных работников, то есть при стаже более 15-20 лет, ну как минимум более 10 лет это обычно происходит. Наиболее многочисленными группами являются пациенты со стажем 15-19 лет, 20-24 года. В последние годы в основном при стаже более 20 лет регистрируется эта патология. Средний стаж к началу развития профессиональных заболеваний периферической нервной системы, то есть к моменту появления первых симптомов, составляет порядка 16 лет. Но есть разница по нозологиям. При оценке состояния двигательных волокон нервов нижних конечностей, при обследовании пациентов с радикулопатией профессионального генеза установлено, что резидуальная латентность возрастает по нерву стебиализ 4,4 плюс-минус 1,92 миллисекунды, по малоберцовому нерву 3,9 в среднем. Скорость проведения импульса фиксируется сниженной, по малоберцовому 39,5 метров в секунду, по стебиализ средняя скорость проведения импульса 46 метров в секунду, амплитуда мышечного ответа составляет в среднем 2,8 милливольт, при исследовании малоберцового нерва по волокнам нерву стебиализ 5,8 милливольт. Показатели электронермиографии при поле невропатии верхних конечностей от действия вибрации физических перегрузок показаны на этом слайде. При оценке состояния двигательных волокон нервов верхних конечностей было зарегистрировано увеличение резидуальной латентности, до 4,5 миллисекунд, большее изменение эти выявлено по локтевому нерву, фиксировалось снижение скорости проведения импульса по обоим нервам, и вот минимальное снижение 48,5 метров в секунду при поле невропатии от воздействия вибрации. Таким образом, профессиональные заболевания периферической нервной системы развиваются от воздействия физических перегрузок и вибрации или сочетания этих факторов. По результатам изучения стажа к началу заболевания выявлено, что при профессиональной поле невропатии средний стаж к началу заболевания к моменту появления первых симптомов составляет 16,3 лет, для развития радикулопатии это 11,4. При профессиональной радикулопатии обычно отмечается типичная клиника с постепенным развитием патологии, то есть особенность в том, что никогда не бывает острого дебюта при профессиональной радикулопатии, то есть есть определенный в начале период цервикологии или люмбологии и потом уже при прогрессировании заболевания появляется типичная клиника радикулопатии с преобладанием симптомов чаще средней степени выраженности. По результатам электронной ремиографии при профессиональной радикулопатии регистрируется функциональное нарушение в виде возрастания резидуальной латентности, снижения амплитуды мышечного ответа. Клиника профессиональной поле невропатии включает обязательно болевые и сенсорные нарушения в дистальных участках конечностей. В 75% случаев они сочетаются с трофическими расстройствами. Когда проводится электронной ремиография, то регистрируется увеличение резидуальной латентности. Больше это происходит по локтевому нерву либо в равной степени локтевой и срединый нерв. Незначительное снижение скорости проведения импульса отмечается. И при профессиональной поле невропатии от воздействия вибрации несколько больше это выражено. Направление оптимизации диагностики профессиональных заболеваний опорно-двигательной системы, периферической нервной системы. Это, конечно же, оценка профессионального анамнеза, потому что необходимо выявить наличие риска развития этих заболеваний, поскольку перечисленные нозологические формы встречаются в общей врачебной практике, достаточно распространены, достаточно часто регистрируются, выявляются врачами различных специальностей, то необходимо уточнить хотя бы коротко профессиональный анамнез. Достаточно задать вот эти простые вопросы, где вы работаете, в чем состоит работа, для уточнения наличия вредных факторов, сколько лет вы работаете в таких условиях, для того, чтобы понять, возможно, перед вами пациент с профессиональной этиологией полиневропатии или радикулопатии, или туннельного синдрома, который вы выявляете. Уточнение анамнеза заболевания поможет нам установить, что начало заболевания постепенное, длительное развитие этой патологии, и, как правило, рецидивирующее течение, потому что в отпуске, когда нет контакта с вредным фактором у таких пациентов, как правило, улучшение, после отпуска, ухудшение, рецидив. Острый дебют не характерен на фоне полного здоровья. Наш пациент заболевает всегда постепенно. Он здоровым поступает на эту работу, и в процессе увеличения стажа работы с вредным фактором, с превышением допустимых значений, у него возникает соответствующая клиника. Как правило, в молодом возрасте заболевает пациент. То есть надо также уточнить, когда он рассказывает о нам на заболевании, какой был возраст к моменту начала болезни, потому что, опять-таки, инвалютивные, тоже дистрофические изменения в этих структурах затрудняют диагностику и связь с профессией. Поэтому нам важно установить, что начал болеть пациент в достаточно все-таки молодом возрасте, когда нет возрастных изменений. Целесообразна разработка критериев ранней диагностики этой группы профессиональных заболеваний для дифференциальной диагностики и для грамотной реабилитации таких пациентов от момента диагностики профессионального заболевания. Большое спасибо за внимание, за предоставленную возможность сделать сообщение на данной конференции. Всего доброго! Продолжение следует...